«Послушайте, Максим Максимыч, – отвечал он, – у меня несчастный характер. Воспитание ли меня сделало таким? Бог ли так меня создал? Не знаю. Знаю только то, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это им плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствия этим не опротивили. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим. Но их любовь только раздражала моё воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. Я стал читать, учиться. Науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастья от них не зависит нисколько, потому что самые счастливые люди – невежды, а слава – удача, и чтоб добиться её, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живёт под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что право обращал больше внимания на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своём доме, когда, в первый раз, держа её на коленях, целовал её чёрной локоной, я, глупец, подумал, что она – ангел, посланный мне сострадательной судьбой. Я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я её ещё люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за неё отдам жизнь. Только мне с ней скучно. Глупец я или злодей – не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожалению. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное. Мне всё мало. К печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустей день ото дня. Мне осталось одно средство – путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь. Только не в Европу, избави Божие. Поеду в Америку, в Аравию, в Индию, а вот где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог. Так он говорил долго. И его слова врезались у меня в памяти, потому что в первый раз я слышал такие вещи от двадцатипятилетнего человека. И Бог даст в последней.